Исполняя просьбу зрителя Егорова, хочу спеть песню по его заказу. Я любил одну милую. Фильм. Это песня из фильма «Стрепуха». Так как мы сегодня состряпали сырник, и он пока остывает, это меня вдохновило для того, чтобы спеть эту песню и войти полностью в образ. В этом фильме, фильм 1965 года, поет Террица в платочке и едет на коне. Так как коня у меня нет, у меня есть медведь. Ну там в зале где-то она такая вся на вазу и поет песни. Я любим одну милую, дорогую, хорошую. Сколько было ей сказано, сколько было расспрашено. Я подарила голубые все цветы полевые. Я ей сердце свое подарил, потому что любил, потому что любил, Но она не ответила, обманулась, лукавила, И с любою несчастною одиноким оставила. Вот спели голубые все цветы полевые. Я ей сердце свое подарил, так зачем я любил, так зачем я любил, так зачем я так сильно любил. Девушки, прошу вас, не бросайте мужиков, они не переживут. Говорят, любовь длится три года или еще меньше. Остальное это уважение, это большой труд, остальное это работа, это союз. Егоров, дорогой мой подписчик и зритель, вашу просьбу я исполнила, а вы для меня что? Шучу. Напишите комментарий, напишите спасибо, Леся. Поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями. Люблю вас, дорогие мои зрители, вы делаете меня счастливой. Я бы не знала, что существует в такой фильме такая божественная песня. И жалостливая, и жалостливая. Мужчина плачет о любви. А что нам, женщинам, говорить? Чудо вас. Я думаю, Мишке столько лет, сколько Максима. Максим вырос, а Мишка нет. А раньше он такой большой был, большой, большой, большой. Когда у меня была няня, которой я нянчила Максима, когда я пошла на работу, ему было год, она все время вот так ложила себе его под голову и спала на этом Мишке. И думаешь, что, елки-палки, приходишь с работы, а Мишка все время пахнет от няней. Прошли эти годы. Нет, конечно, с няней мы созваниваемся, мы. Она приезжает иногда сюда ко мне в гости раза два в год примерно. Вот так. А Мишка уже пахнет только Максимом, потому что он стоит на его кровати. Вот такая она жизнь. Вот как можно проводить время, интересно, на карантине. Можно смотреть какие-то фильмы, находить новые клипы. Я для себя открыла эту песню. Спасибо вам, Егоров. Ну, как говорится, спасибо, на хлеб не намажешь, в карман не положишь. Люблю вас, дорогие мои зрители. Идем смотреть, что там с сырником. Возможно, уже остыл, и будем делать помадку. Ага, всем привет! Сырник уже остыл, и мы сейчас будем его вынимать из формы. И делать мы это будем на глазах у изумленной публики, как говорится. Если он не отстанет, это будет что-то с чем-то. Потому что, по идее, он должен был бы постоять до утра. Но так никто не хочет ждать, надо его вынуть сегодня. О, супер! Вот такой у нас получился сырник замечательный. Замечательный, призамечательный. Это снизу так он припекся, это наше печенье. Такая корочка. Сейчас для сырника мы будем делать помадку. Самым, что не надеюсь, быстрым способом. Мы берем готовую шоколадку любой фирмы. Можно не поддерживать нашего местного производителя, олигарха. И такой шоколад я абсолютно никакому не привязанно берешь. Какой больше нравится. Вернее, тот, который в магазине по акции. Так, шоколад. И что мы сделаем? Мы его растопим. В мультиварке. Я попробую это сделать. Надо молочка добавить примерно в ложечки. Ну, думаю, три. Любого. И чуть-чуть масла. Можно масла не добавлять, кто как любит. Ну, хотя бы вот так вот, чуть-чуть. Хотя бы вот так чуть-чуть. Так. Посмотрим, в какой оно будет консистенции. Если надо, можно будет масло добавлять. Или молока. Так. Поставим на функцию. Размороз. Я решила остаться в образе и остаться в платочке. Между прочим, королева Елизавета тоже ходит в платочке. И так думаю, в платочке у нее тоже есть корона, как и у меня. Что делать, когда ты не королева Англии и бить еще голубой икроп? Ой. Уже почти закипел. Так, сейчас его равномерно размешать. Вот. И у нас получилась такая замечательная помадка. Это примерно две минуты. В микроволновке. На функции разморозка. Три столовых ложки молока. Примерно 25 грамм масла. И одна шоколадка. Божественная. Сейчас мы будем... А, горячее. Помажем его вот так вот. Сверху. И он будет такой шоколадненький. Можно было, конечно, растопить две шоколадки. Чем больше, тем, конечно, лучше. Но экономия должна быть экономной. Это окон. У меня одна, значит, одна. Все. Все. Так, теперь возьмем чуть-чуть покереть нашу девочку, чтобы было красиво. Все. Вот такой у нас получился шоколадный красивый сырник. Видно? Как там видно, я не знаю. Но вот такой. И сейчас он отправится в холодильник для того, чтобы шоколад остыл. До встречи. Тортик наш уже остыл. На улице ночь. Сейчас попробуем его разрезать. Хотя бы, ну, по правилам, его надо было бы резать завтра. Потому что он еще, как бы, живой, что называется. Конечно, остыть ему бы еще не помешало. Он тогда был бы намного тверже. Но сейчас попробую. Да, он еще рыхлый. Рыхлый. Сейчас покажу, как он выглядит вблизи. Вот такой у нас сырничек с цукатами. Цветной получился совершенно. Это мой кусочек такой. Вот такой. Много цукатов. А так он выглядит в разрезе. Вкусный и шоколадный. Мы уже отведали. Но если он остынет, будет еще тверже. Так что он еще немножко мягенький. Всем, кто захочет дома приготовить такой сырник, и у него получится, напишите, пожалуйста, в комментарии. Буду очень благодарна. Но! Пекла я это сегодня неспроста. Дорогие мои зрители! Сегодня день рождения у моей подружки, очень замечательной женщины. Женщины широкой души. Человека с большой буквы. Которая, доброта которой и сердечность не знает просто границ. Сегодня день рождения у Людмилы Дульневаст. Людмилочки из Швеции. Дорогая Людочка, я желаю тебе в первую очередь крепкого здоровья, любви, гармонии, чтоб дети твои тебя радовали, чтоб муж любил, чтоб бизнес просветал, чтоб все твои дела шли только вверх. Я желаю тебе искренне, чтоб все твои вложения, все те твои старания, которые ты делаешь для всех людей, не только для близких людей, поздались тебе, старицы, за все твое добро, за всю твою заботу, за всю твою человечность, которая есть в тебе. Всегда оставайся такой доброй, мудрой, заботливой, красивой, сексуальной, женственной. Всех тебе благ, и пусть все твои сбудутся мечты, Господнего тебе благословения. Знаешь, что где-то в Украине есть леса, которая тебе очень благодарна, и которая тебя очень любит. Спасибо тебе за то, что ты есть. Надеюсь, соседи не будут против, сейчас 12 часов ночи. Мноя лита, лита, мноя лита, мноя лита, мноя лита, мноя лита. Мноя лита, мноя лита. Мноя лита, мноя лита, мноя лита, мноя лита, мноя лита. Люблю тебя. С праздником, дорогая Людмилочка. А за твое здоровье я выпью вместо вина напитка с железом, сынком, потому что уже вечер, перед сном как раз Людмилочка. За тебя будь счастлива и будь здорова. Люблю тебя. Спасибо за то, что ты есть. С праздником. Всем пока, дорогие мои зрители. Будьте счастливы. Продолжение следует. Продолжение следует...